Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые открыл подобное видео на просторах YouTube, хочу немножко дисклеймер сделать. Я живу в Стамбуле, говорю на русском языке и перевожу на русский язык новости, которые у нас здесь происходят в стране, в Турции. Новости отфильтровываю самостоятельно, выбираю то, что для вас, для иностранцев, может быть интересным, для туристов, для иностранцев, людям, которые могут заинтересоваться приездом в эту страну или временно приехать по жизни, либо быть туристом. Я не претендую на звание каких-либо официальных СМИ, я не журналист, это просто мой личный блог. Так что давайте приступим. Очень важное заявление недавно произошло, которое ожидали практически все в стране. Президент заявил о минимальной зарплате на следующий 2023 год. Так что порог этой зарплаты 8500 лир, это 445 долларов. Это по курсу, на момент, когда это объявлялось, это 33 тысячи рублей. Это минимальная зарплата по стране с учетом инфляции и цен. Вторая хорошая новость. Пока что мы проверим, как пойдет время. В Европе официально было заявлено, что не будет подниматься цена за газ. Соответственно, это же все у нас страты идут. Газ, электричество, бензин и так далее. Еще даже лучше скажу. Парочку недель назад произошел откат. Действительно, на одну лиру стал бензин дешевле. Ну, конечно, это не очень существенно, не очень заметно. Но, как бы скажу так, приятно. Хотя бы не выросли цены, а замедлили свой рост и вообще даже назад откатились. Это из хороших новостей. А теперь, что касаемо нас, иностранцев, вас, иностранцев, туристов, либо людей, которые планируют получить турецкие паспорты гражданства. Я думаю, вы слышали или когда узнавали информацию о ВНЖ и паспорте, о золотом паспорте. Это сленговое название. Золотой паспорт – это гражданство Турции по приобретению недвижимости либо вложению экономическому, финансовому, каких-либо средств в экономику страны. Первое ужесточение. Теперь нельзя делиться эти платежи. То есть нельзя приобрести несколько объектов недвижимости, их общая стоимость, чтобы достигала 400 тысяч долларов. Теперь это должен быть один объект недвижимости. То есть если вы берете квартиру, например, то эта квартира должна быть одна целиком стоит 400. Второй пунктик о том, что, к сожалению, теперь, если вы приобретаете жилье в ипотеку, ваше вложение, ваше страта должна быть 400 тысяч долларов. Возвращается это собственная инвестиция. И закрепляется пункт, о котором уже очень давно ходили слухи, что он будет вводиться. Да, официально все это уже вводится с 1 января 2023 года. Если вы покупаете вторичное жилье, вторичный рынок недвижимости, приобретаете, например, квартиру на 400 тысяч долларов, последние три года владельцем этой квартиры должен быть гражданин Турции, человек с турецким паспортом. Не в счет не считается квартира, приобретенная от иностранца, ни гражданина, у человека, у которого нет турецкого паспорта. Вот такие сейчас ужесточения по золотому, в кавычках, конечно, паспорту по гражданству, по недвижимости. Последний квартал 2022 года говорит о том, что на первом месте по приобретению недвижимости в Турции за последние три месяца опять все равно эту планку держат россияне. Вливание капиталов из России, приобретение недвижимости, больше тысячи, около 1300 объектов недвижимости за три месяца. Помните, очень мемный и знаменитый был повар, который солил турок, да? Ну, средство, у него есть сеть ресторанов. Этот человек прославился лет 5, наверное, уже, может, даже 7 назад. Он был прямо на волне хайпа своего. Это была всемирная знаменитость из Инстаграма, да? Он очень сильно пропиарил благодаря звездам и своей вот этой фишке солить мясо. На самом деле, это мясник-повар из Турции. Он пропиарил благодаря знаменитостям свой Инстаграм. У него прямо он был в топе по количеству подписчиков. И он открывал рестораны. Ну, средство это очень дорогие рестораны, как правило, с хорошим качеством, ослуживание и мясо. На самом деле, они действительно очень круто готовят. Я там кушала. Замечательный ресторан. Но это все-таки понты и шик. Там мясо на золоте и всякие, в общем, финтиперстовые моменты такие, да? То есть, условно, это стало привилегией богатых. Самые топовые рестораны в Дубае, в Майами, в Стамбуле так себе. Ну, в общем, на самом деле, это история по развлекаться. Это история про пиар и история про знаменитых людей, которые отмечают или фотографируются с этим поваром, со своей вот этой фишечкой, да, соль сыпать через руку на мясо. Как вы видите, в последние годы 4-3 упала его популярность. Он максимально пытается старым... Знаете, СММщики, видимо, у него не очень хорошо работают. Это мои личные, да? Наблюдение. Он еще старыми методами пытается двинуть и свой бизнес, и свою страничку опять набрать обороты, охваты себе. Когда у нас был чемпионат, ну, у нас, я имею в виду, у нас в мире. Чемпионат мира по футболу проходил, да, в Катаре. Поздравляю победителей, да? И, в общем, когда передавали кубок с Месси, пытался... Вообще, когда только это произошел, само видео, да, когда закончился чемпионат в этот вечер, в турецком твиттере сразу же началось обсуждение этого Нусрета. Почему? Потому что он там запиарился, везде махал ручкой. И очень комичный стал момент, разлетелся на всякие твиты и мемы, когда он подходит к Леонели Месси, пожать ему руку, сфотаться с кубком и так далее. И тот его просто, ну, ее там не замечает, скажем так, даже отмахивается от него, идет дальше. И тот наглый, ну, действительно, это моя оценка, нагло хватает за руку Месси и, типа, нет, надо, прям видно по лицу. Он, как бы, в шоке, как эту звезду могли оттолкнуть. И начинает, как бы, тянуть его к себе, в камеру, там, кто-то его, вы, быстрее фототься, схватить за руку, показать, типа, лайк, прикоснуться к кубку и так далее. Это хайп, это весь мир это смотрел, это топа по просмотрам всего мира, естественно. Туда вообще полезли все и вся, кто только может, кому нужен пиар, это все, кого вы могли после чемпионата увидеть на поле, да, кто выходил. В чем скандал заключается, почему это объясняли? У турок сразу вопрос, турки вообще фанаты футбола. Очень, конечно, не расстроены, что Турция не попадала, не прошла отбор и так далее. Слабая команда, да я чемпионат, оно все же. Короче говоря, все начали задаваться вопросом, что он там делает, как его пустили. И были комментарии FIFA, и началось расследование даже о том, кем он кому приходится, как он там оказался. Естественно, все понимают, что знаменитости, которые пиарились в этот главный момент вообще года, это событие, они кому-то платили деньги, естественно, это взятки за то, чтобы там оказаться, потому что это огромный пиар-проект для любого бизнеса или любого бренда. Якобы как бы типа FIFA делает вид, что идет расследование, кому он там мог дать деньги, типа кому он вообще оказался там знаком, потому что по правилам FIFA посторонние люди, как знаменитости, не могли присутствовать. Это могли быть родственники, болельщики, да, потому что болельщики огромные деньги за этот вообще матч платили, за билеты, в общем, это история для избранных, да. И просто так, как бы якобы за деньги оказаться там нельзя было. Все прекрасно знают, что это все взятки, бизнес и тому подобное, но да, хайп приобретен, пиар, но черный пиар, конечно, его обсуждают, обсуждали первую неделю в Турции, когда это все произошло, но обсуждали как? Высмеивали на самом деле, очень некрасиво, скажем так, шутили, подкалывали, и ощущение этого такого сбитого летчика, который в последний момент пытается ухватиться за ускользающую, уходящую популярность, дабы ее монетизировать, еще продолжать зарабатывать деньги. Поэтому это как бы, почему относится к новостям Турции, это тоже турок, но в Турции это очень сильно обсуждалось, высмеилось, твиты были, шутки, всякие мемчики, но через неделю после чемпионата эта история заглохла, произошло преступление. Я хочу эту историю осветить в новостях, чтобы вы были осторожны и имели, как бы, находясь в Турции или в Стамбуле, в том числе, произошло убийство. И я хочу, чтобы вы были в курсе, да, что вы были осторожны лично для себя, имели в виду, с кем вы общаетесь, в какие связи вступаете. Сейчас я зачитаю эту новость. 25 декабря в Стамбуле якутскую шаманку Галину Трофимову удала, я убил и ограбил иранский иммигрант Хабиб, очень знаменитое имя, да, с которым она состояла в отношениях. Эта девушка переехала с двумя детьми, вот в чем дело, да, в Стамбул, она уже здесь проживала, и она выложила в своем телеграм-канале 22 декабря в 20.10 вечером фотографию последнюю с этим молодым человеком, и потом она пропала, она ушла, и детям не выходила на связи. Неизвестно еще, что произошло, он ударился в бега, но он украл ее телефон, деньги, все, что у нее было, предварительно он ее убил. Возможно, там был конфликт, скорее всего, да, то есть она была в отношениях с этим человеком, она уже какой-то промежуток времени в Стамбуле находилась, что самое ужасное, ну, к ним внуком вылетела бабушка, и это очень страшно, что дети несовершеннолетние, да, остались в чужом городе, в чужой стране, потеряли свою маму, и я хочу сказать вам, что будьте осторожны, пожалуйста, с кем вы общаетесь, какие у вас знакомые, неважно, это какие-то тоже, например, беженцы какие-то, вот этот человек, например, иранский эмигрант из Ирана, это могут быть там сирийцы, это могут быть ваши соотечественники, это могут быть турки, неважно, криминальных, очень много, особенно в Стамбуле таких элементов, поэтому, пожалуйста, выбирайте людей, с кем общаетесь, вот эта история, назовем так, про любовь, когда девушка была в отношениях, это не сиюминутное что-то, не короткое увлечение, а промежуток времени, можете полистать эти новости в интернете, сейчас идет расследование поиска этого человека, есть его фотографии с ней в соцсетях, то есть этот роман вообще там не скрывался и так далее, она вообще как бы переехала в Стамбул, она после развода переехала в Стамбул к этому молодому человеку за любовью, за отношениями, замуж за него собиралась выходить, ну, по крайней мере, он там об этом говорил, и привезла двух своих детей, так что, пожалуйста, будьте аккуратны, я напомню, что восточный менталитет, это очень вспыльчивые люди, которые иногда себя не контролируют, и вообще неизвестно, сколько агрессивных или психически неуравновешенных, неустойчивых людей, вы можете где-либо попасть, нарваться, в общем, будьте, пожалуйста, осторожны, хочу, чтобы эта история вас предостерегала. На этом сегодняшние новости о Турции закончились, спасибо вам за внимание, поставьте лайк каналу, комментарии напишите, можете что-то по теме написать, будет очень признательно, интересно вас почитать, можете просто написать комментарий в поддержку канала. Напоминаю, что у нас еще обрабатывается информация, если есть пожелания, напишите в комментариях, с середины января, после праздников, числа с 15-го, там посмотрим, в Телеграме буду проводить психологический марафон, об этом заявлю попозже, темы сейчас выбираю, если есть пожелания, темы, вы хотите поучаствовать, пишите в комментариях, я это учту, посмотрю, что более популярно, какой у вас спрос есть, и такую информацию вам предоставлю. Спасибо за внимание, если нужна моя психологическая консультация, в инфобоксе под видео моя почта, пишите на почту, консультация, мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока!